1 2 3 4 5 всем здрасте с вами сварк и сегодня у нас будет с вами обзор на героя гнев параллельно с этим обсудим патчноут который застроит все сервера кроме 40000 1 и 40000 2 спасибо разрабы что мы такие особенные и не поучаствуем в новых сказать моментах игры нам ведут нового героя легендарный и у класса этого чего-то там взрыва что как в этом фракции ада новый легендарный хил который будет лечить и уменьшать получаемый урон также изменит гвендолин теперь ее база будет не зависеть точнее наоборот теперь его базовая атака база защиты будет зависеть от скорости они как сейчас понятно слегка и щиты но зато на щиты будет действовать эффект исцеления поэтому гвендолин спокойно переходит в разряд хорошего сила щитовика но и что еще у нас будет увеличить слегка эффекты текущего снаряжения на пару процентов там на пару процентов всем добавят на первом рейде с 19 20 21 этапа два новых сета на плюс атаку 25 процентов и плюс 30 скорости атаки и 2 на защиту плюс 20 кп или 25 кп и 10 защите то есть но новые шмоточки хорошо также будет какой-то новый разлом где будут скорее всего добываться 5 новых артефактов один будет целиком на зелуса который будет давать запрет на лечение крипом во время ульты зелуса хорошо на r1 прям вот прям чувствую что будет прям полезненько также будут 2 арта для защитников 2 2 арта для ближников dd из самых хороших прям вот полезных новостей которые у нас будут в обновлении увеличат шанс на выпадение древнего миф-шмота но опять-таки мой сервер и 40000 второе это почувствуют следующий раз когда и на нас тоже заведут обновление остальные игроки от попробовать конечно же уже побыстрее поскорее завтра точно то есть обново будет в этот текущий день в 19 15 по времени сервака это где-то 6 утра по москве также галочка у гнома которая разрешает покупать за голду что-нибудь будет не пропадать а будет работать дальше но это из таких вот прям вот то что запомнилось мне с остальным почему-то можете откомиться в дискорде кому интересно а мы вернемся к гневу почему гнев принципе это один из немногих персов которые меня пробуждены аж целых пять раз то есть максимальная прокачка 6 звезд пятая пробуда у таланты навыки то есть все умеет герой хороший мы его получаем за две недели хода в игру и получаем камень в работе за сколько получается 2 за 6 недель хода в игру суммарно на покраску в 5 звезд и получаем талант когда увеличивают шанс крита гнева на 15 процентов и при нанесении крит удара с вероятностью 20 процентов он стремительно атакует второй раз то есть нам понижают требования для крита чтобы у него был стопроцентный крит шанс и дают 20 процентов на допыта круто круто о шмоту элитный волшебник маг потому что увеличивают атаку на 20 процентов здесь ночной ужас потому что увеличивается на 20 процентов на три секунды урон после theatre 300 процентов то есть у него урон будет увеличено после первой атаки на 20 процентов и урон будет увеличенный не урон точнее не сама атака а именно урон который мы наносим то есть это атака скотом с тем же самым непонятным пробитием которое мы получаем во время пробуды чем в это пробивание но есть только здесь я больше нигде не увидел никакой информации по водопривания скорее всего это игнорирование пяти то ли 5-процентный шанс на игнор всей защиты то ли снижение защиты врага на 5 процента то есть ну как это работает честно для меня тайна секрет и вообще непонятно что опять-таки навыки у него очень сочные каются сами по себе то есть мы его поставили и забыли о нем также из рекомендации крит урон первая шмотка ну любая шмотка на крит урон две остальные на бонус к таки в процентном соотношении потому что с базы почти 5000 60 процентов от базы будет больше чем тот же самый косарь от плоской атаки поэтому вот такой вот он у меня герой давайте посмотрим в подробностях когда у нас уже учитываются бонусы гипериона что мы здесь имеем атака почти пятнашка сопротивление магии тоже куда зачем и почему я не особо понимаю зачем ладно интервал между таками 1 и 9 потому что у него скорость если добить скорость может изменится но пока не буду его ни во что одевать потому что самое лучшее что смог подобрать восстановление ярости хорошо почти плюс 40 процентов ну давайте станем его на клан боссе для чего я его брал принципе помимо всего прочего очень хороший перс потому что он имеет лидерку фракции и дает бу скорости атаки за каждого представителя фракции которого мы ставим то есть мы можем поставить четверых представителей фракции потом троих убрать и один все равно будет иметь бонус 35 процентов скорости атак то есть чувствуете да там шикарно ну давайте на автобое посмотрим на клан босса что с ним будет эти кошмар и от на мой взгляд самые лучшие представители фракции для нанесения большого кота количество урона для клан босса потому что как вы читали навыки лидеров остальных фракций то они такие себе именно если идти в расчет нанесение урона клан босса то есть вот он у меня где-то здесь должен стоять он не стоит он во-первых сам себя подхиливает потому что у него на 5 это будет открывается подхил во время ульты и на 5 пробуде он еще накидывает поджог во время также ульты плюс поджог он стакается от нескольких эффектов точнее источников то есть у меня поджог может накидывать зелиту во время ульты гнев и тот же высокомерные когда например стоит лучником во второй линии но вот мы уже очень быстро его убиваем цифры урона конечно террически могут радовать давайте ну и пускай все хватит смотреть это у нас был второй кошмар если не ошибаюсь да второй кошмар и смотрим на урон у меня гнев набивает чуть больше чем зелит бесспорно да если один узелит уж мод гнева то у нее урона будут побольше но это нужно будет искать еще и 15 процентов кэше а крит шанс 15 процентов так просто не найти потому что надо будет разбивать либо сет бежи поэтому ну зелита следующая на очереди в одевание но как вы видели просто шикарный урон у гнева поэтому кто сомневается стоит ли его качать да стоит помимо этого еще 1 рейд гнев прекрасный свет может показать конечно он не такой большой ауешник но какие-нибудь там три-четыре миллиона на 1 18 может наковырять стоя за стеной ну и все компания он всегда может помочь пройти компанию особенно когда нужно проходить в 6 мы берем фракцию берем хила какого-нибудь хорошего нашего единственного и лукаря и все пожалуйста мы давайте зайдем еще на первого кошмара а пока мы до него заходим я бы хотел вас всех попросить сегодня была голосовал конгрессовал к опросник от игры который появлялся у нас с левой стороны экранчика как вам обновление все такое пожалуйста аж допишите кто его не заполнял еще что вы бы хотели добавить в игру объединение серверов улучшенная шанс на заточку шмота ну и что-нибудь для себя что нравится потому что скорее всего эти опросники читают потому что они появляются и появились они после обновления когда был дружеский и хейт от всего игрового комьюнити какая-то волна будучи поднялась плюс я писал саппорт чтобы они там передавали на прямую разрывом я писал кому-то из дискорда с должностью девелопер поэтому посмотрим что то может вдруг они изменят в лучшую сторону наши как вы видели все и винты в подгруппах в 2-3 high-level и молодежь которые просто уже может забыть о первых местах поэтому если они объединять серваки то хотя бы у нас и винты будут более-менее равноправные равноценные по соотношению к игрокам но конечно же мое мнение вы можете думать по-другому но все равно мало ли вдруг если у меня поддерживаете то отправьте им такое письмо счастья ну и в принципе на этой радостной ноте когда мы понимаем что наносим 100 процентов урона первому кошмару наш премного уважаемый бене прибывается на 2 мульта ладно на лям двести тридцать урона больше чем зелиту понимаем что гнев чего-то достоин поэтому кто сомневается качайте пробуждайте перс хороший на этом все с вами был сварок тема восходного рандома богатого дропа и мирного не под головой удачи и Продолжение следует...